всем привет видео руководство по работе на пишущей машинке олимпия прогресс и в качестве наглядного пособия вот такой экземпляр в отличном состоянии которые мне прислали на работу работу я закончил и записываю видео с описанием функции этой машинки модель олимпия прогресс выходила в тридцатые сороковые годы германии на предприятие в городе эрфурте вместе с моделью прогресс выходили также старшая модель элит более простая модель симплекс во время войны выходила олимпия робуст закрытым щитком и самая простая модель фили и если у вас есть модель олимпия элит то это видео тоже вам подойдет поскольку отличие моделей прогресс и элит незначительны а именно в модели элит есть функция табулятора две клавиши возле пробира отвечает за табуляцию есть уголок для опоры бумаги и есть левая ручка вала в остальном эти модели полностью одинаковы и так олимпия прогресс является классической немецкой портативкой я бы сказал что это самая немецкая из машинок поскольку в ней это выразилась вся немецкая школа для которой главное это надежность и долговечность в печати на несколько грубовато но при этом благодаря своему качеству надежности эта машинка подходит для долговременного использования их свое время послевоенные годы 45 по 50 поставляли в огромных количествах поэтому я думаю это видео будет интересно многим у кого есть эта модель свое время модели олимпия элиты послужила основой для целых двух линеек замечательных машинок в восточной западной германии а именно в восточной германии выходила три модели оптима элит которые в основном отличались формой корпуса на заднем плане вы видите имеющиеся у меня в коллекции машину оптима элит 3 57 года а в западной германии в городе вилленьгельмс хафене выходили машины олимпия эс эм были кажется с м1 это по сути была тоже олимпия элит а самая последняя в 70 80-е годы см 9 и можно даже найти ее на русском языке она попадается SM9 и очень редко машины SM3, SM4 на русском языке это старые раскладки попадаются но это практически уже раритет, они почти к нам не поставлялись и так значит функции машинки здесь все стандартное ничего особо необычного нет и так, на клавиатуре находятся все символы клавиши здесь мы видим старую раскладку и у Кен все буквы русского алфавита кроме твердого знака вместо нее используется знак апострофа вот эта вот клавиша в верхнем регистре две клавиши верхнего регистра для печати заглавными буквами цифрами и в данной машине в верхнем регистре также находятся знак одна четвертая апостроф знак вопроса знак плюса и косая черта клавиша замка верхнего регистра для постоянной печати в верхнем регистре клавиша пропуск каретки для того чтобы зайти за поля клавиша обратного хода при которой каретка делает один шаг в сторону начала строки и селектор цвета трехпозиционный при обычном режиме синий цвет литера ударяет по верхней половине ленты при белом индикаторе лента вообще не поднимается и при красном индикаторе литера ударяет по нижней половине ленты бывают двухцветные ленты обычные красно-черные и тогда отпечатывался бы второй цвет на каретке находится интервальный рычаг с помощью него одним движением переходим на следующую строку установка бумаги прикладываем листы бумаги на щиток каретки и прокручиваем от себя прижимаем бумагу планкой с двумя вальками с двумя роликами далее селектор интервалов трехпозиционный при минимальном интервале вал делает два шага и при полутором интервале соответственно три шага и при двойном интервале четыре шага рычаг за интервальником это свободное вращение вала вал вращается по строго определенным равномерным шагам для того чтобы вал не болтался при печати и не нарушилась ровность строки и также эта функция дублируется с помощью кнопки на ручке вала вот слышите сейчас оно вращается без трещотки а так с трещоткой рычаг свободного хода каретки по которому можно перемещаться по всей длине строки и нажав одновременно клавишу освобождения полей аус лезер и клавишу хода каретки можно перемещаться по всей длине вала рычаг освобождения полей для того чтобы бумага не болталась и строка была ровной бумага прижата к основному валу двумя рядами валиков для того чтобы вытащить бумагу быстро не выкручивая вот так вот применяем этот рычаг одновременно вкручивать несколько листов бумаги чтобы текст лучше пропечатывался и под машинку подкладывать мягкий материал на задней части каретки находятся два полеустановителя ползунка соответственно левый и правый и напоследок техника удара при печати неопытный пользователь нажимает клавиши так будто это какая-то кнопка и из-за этого литера может плохо пропечатываться нужно как бы помогать механизму удар по клавише должен быть легким четким отрывистым так вот и все спасибо за просмотр спасибо